приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересно и сегодня друзья говорим про отводки разной конфигурации силы объема у нас уже принципе очень сильно похолодало и хочу сказать хочу сказать что в принципе были планы делать поздние отводки потом я принципе от этой идеи отказался потому что это действительности является проблема ну как имеется ввиду проблема потому что пчелы пчелы как бы ну достаточно всего принципе достаточно но чтобы делать отводки это опять же слабые отводки семьи в зиму блин это такая головня будет принципе решил отказаться весной принципе без проблем на росте лучше сильной семьи весной наделать там большое количество отходку но но так получилось что мы сделали уже один два три четыре пять шесть семь восемь отводочка в это имеется ввиду что мы на сегодняшний а вот этот еще но здесь матка не облетелась и им нужно сделать принципе ну как пересадить сейчас какой-то улей мы сюда пересадим так то что вы меня принципе понимали друзья чего зависела сила отводка мы принципе вот эти все отводки сделали ну относительно где-то перед зацветанием вот зацветал подсолнух мы делали отводки получилась такая ситуация что во всяком случае лучше лучшее что получилось это было вот эта семья получается мы дали одну печатную рамку от бруска до бруска пчелы и две рамки тряхнули по объему они принципе хорошо начали развиваться это где-то уже восемь рамок пчелы пойдет зиму четыре рамки я так себе прикидаю вот это например они делаются примерно одинаковые сюда мы просто бросили там какую-то непонятную рамку далее неплодную матку пока матка облетелась но даю отдаю должное облетелась она очень быстро но так как было мало пчелы развитие соответственно слабое таким образом друзья чтобы такого не происходило и чтобы там с этими хвостами не идти в зиму в любом случае мы пока будем их немножко поддерживать и например вот эта семья объединится с той семьей там у нас карника маточка идет как бы на всяк ну там примеру лучше да или наоборот там вот стоят две семейки вот идите сюда давайте посмотрим давайте сейчас рассмотрим их чтобы я вам ничего такого потому что все часто говорят что там как нам а кстати вопрос задавали что у меня там с этими 1 рамочными отводками как-то которые я делал раньше но друзья все те трудки меда принесли что ищу там как там серию объединялись а там принципе нужно понимать друзья чтобы я не рассказывал постоянно одно и то же самое смотрите мое видео тогда будете что-то понимать знаете это человек который не смотрит мое видео зашел чисто поржать первый раз там типа почухал голову что я дурачок потом пришел зашел в осенью типа а что там покажи типа тупой ты там самый тупой пчеловод покажи что там тебе принесли меда друзья для того чтобы понимать вообще технологию работы нужно хотя бы там пересматривать определенные видео до они же тоже как вы подписываются как-то говорится как-то объясняется да имеется ввиду что в этом всем что я показываю есть вообще смысл этот год мы принципе показываем как положено это имеется ввиду мы как начали сезон так мы его принципе закончим да и все это имеется ввиду что введем сезон целый ну ведем целый сезон день у день и мы принципе снимаем конечно же видео соответственно да ну давайте посмотрим одну из семей это у нас бакваст это тот что островной так что они здесь за руки не жалятся вроде нет ну здесь уже их не общего что меня интересует принципе опять же эта семейка строила всю вощину принципе бакваст если жалится нет блин так больно жалится я вам скажу отстроили вощину сами все это сделали залили все медом как бы мы их ничего не качали мы это все принципе и оставим рыжие такие пчелы а ну за ладонь меня пожарят мне не жалят вроде все спокойно хорошо ладно это принципе дать понты это друзья понты для приезжих до имеется еду что ну а дай пашка сейчас похвалится какие спокойные пчелы а самое смешное самое смешное знаете что друзья самое смешно самое смешное другом я не знаю какие эти пчелы это я так виде эксперимента сейчас если пожарят за руку то будет прикол я не знаю какие они они спокойны или неспокойные расплод есть перга принципе тоже есть центральная часть она идет в основном с этим расплодная вы поняли да и силу набрала семья нормально никаких вообще претензий не имеем расплода тоже достаточно матка принципе хорошие такие отводки знаете такой по силе такой отводок ну как бы отправлять в зиму это не есть проблема я там есть процент что конечно не перезимует но во всяком случае процент высокие что они все-таки нормально себе перезимует потому что у некоторых семи на сегодняшний день такие как вот этот отводок весь мед это все ихние где-то что-то отберем но мы еще у комплекту ими конечно же подкормим еще сиропом посмотрим как это будет лучше сделать в принципе все мы это проведем это отвода который делался перед зацветанием подсолнуха на плодную матку это имеется ввиду что вот такое развитие оттянул отводок вот это все вот это все что есть мы им поставили только вроде две рамки это все мы принципе доставляли им ващину все это тянут овощина как бы ничего здесь такого для меня принципе ничего здесь сверхъестественного нету да я понимаю что многие которые там что-то как-то там для людей но вы меня поняли да я я всегда когда что-то рассказываю вам пытаюсь и объяснить что пчеловодстве не все так просто не можно просто так взять любую пчелу какую-то непонятно какую-то засунуть из нее получать какой-то доход на идемте до слабших отводка в которые делаются здесь тоже делался отводок примерно по силе одинаковый как тот и давайте посмотрим его вы поняли это однорамочные отводки которые делались делались а во время зацветания подсолнуха или перед зацветанием подсолнуха отводок более слабый тот отводок делался на плотную матку этот отводок делался на неплотную матку и соответственно сила тоже видите ну не то не то уже в таком объеме пчелу отправлять нежелательно это пчела будет где-то где-то опять паук за замотал пауки прям вообще обнаглели но на дереве мотайте там как бы это нормально то прилазит под самые вот это смотрите здесь есть засев все как положено расплодик есть но я например в этом году такую семью отпускать зиму не буду не хочу не хочу я даже понтоваться не перед кем потому что хочется весной уже иметь нормальные сильные семьи хотя ну как виде запасной матки возможно возможно будем отправлять ну но вот там семья эта семья будет объединяться то семья и вот это но это отводки они будут все объединяться это будет делать делаться специально для того чтобы во всяком случае усилить усилить и семьи которые идут в зиму бессмысленно друзья но просто бессмысленно иногда просто наца за количеством есть определенное время в пчеловодстве и я с многими сейчас общаюсь а ко мне очень часто звонят молодые люди парни молодые потому что ну как я да я сам по себе молодой и ко мне звонят молодые такие где-то мои ровесники ну может чуть старше бы мне и старшие люди звонят принципе всем отвечаю всем делюсь со своим мнением то что меня спрашивают но молодежь в основном звонит как что от оставлю хоть чуть-чуть ну как-то в зиму это имеется ввиду что он как бы хочет количеством брать ну ему нужно как-то количество количество больше 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 друзья это самая самая большая самая первая ошибка которую я тоже допускал своей жизни не надо количество надо качество нужно чтобы вы вот сколько у вас семей не будет то я не в том смысле имею ввиду сколько семей не будет имеется ввиду что вы должны так все делать чтобы в любом случае каждая семья там на подсолнухе давала там около 30 литров меда это минимум должно быть имеется ввиду все хвосты должны чтобы встали мед продали мед и чтобы это было выгодно когда вы начинаете сигнаться за количеством то получается такая чепухенцы деньги влаживаются все это расширяется бизнес пчеловодство это вообще не дешево блин можно купить трактора я поверьте мне можно купить трактора прицепа картопля копалку сажалку блин косилку корову три коровы можно купить блять извините блин и дом в селе можно купить за те деньги которые там например мы влаживаем в пасеку чтобы вот например под натужиться и рвать и просто гнать количество это неправильно любой улей любая семья должна себя окупать это первое если получается она по определенных причинах не может себя окупить то вы должны их объединить и работать с этим вообще в зимовку конечно не рекомендуется отправлять слабые семьи сейчас не скажете что пашка ну ты как-то 2 лыка говоришь но это имеется виду то ты говоришь что можно то не можно ну например в с моей точки зрения с моей точки зрения зимовать слабыми отведками вполне нормально вполне адекватно но с другой стороны чтобы вы понимали есть всегда большой риск что они не перезимуют особенно если вы неопытные в этом деле до имеется виду здесь нужно просто прочувствовать вот эту вот эту минуту да это имеется виду что вы должны понимать у меня вот такие семьи и такие слабаки вот это мы на трехсотую рамку показывали это еще сильная семья бы меня был отводок на 230 рамку когда-то еще раньше то была такая ситуация что я пришел осенью как бы мы им там оставили какую-то рамку и поехала потом приехал после нового года смотрю а там столько пчелы они уже забились в заднице и живут и перезимовали и все было хорошо это имеется ввиду когда вы от них ничего не хотите ничего не надеетесь тогда они зимуют хорошо ну давайте еще два отводка у нас стоит и я вам принципе покажу что их можно объединить матки где-то опустить в обиход я имею ввиду что вы меня опять же поняли я не то что что там меняю свою позицию меня вообще с точки зрения пчеловодства я очень сильно компромиссный человек но вообще компромиссная имеется ввиду что у меня нет такого понятия что так и все нет всегда должны быть плюсы и всегда должны быть минусы и соответственно чем больше плюсов тем ну риск оправдан да то я же вам говорю что зимовать со слабыми семьями это рискованно если вы неопытные гонитесь за количеством чтобы понимали опять же гонятся за количеством не хватает рамок не хватает корпусов блин прям по свою историю рассказывать недобор меда идет колоссальнейший работа вы тратите время и деньги а потом в общем итоге гонимся за количеством а потом нифига не имеем что они еще что-то подливают они еще работают расплода чуть-чуть есть здесь в принципе все хорошо но сила семьи мне такая не нравится да вот вот эта семейка и вот эта семейка тут тоже слабенькая слабенький отводок на одну рамку такой отводок ну с большой вероятностью друзья просто не перезимует ну и отправлять в зиму такую семейку это просто ну как минимум дурость да матка хорошая матка сеет то будет такая ситуация одну маточку забираем где-то в своих работу то все сюда ставим один улей здесь оставляем вот один вся пчела сюда слетается и все в основном вот этот слабак он зайдет сюда ведь даже без проблем не нужно их ничем не обрабатывать не не обливать не через газету ничего этот отводок зайдет без бой не без ничего проблем никакой в этом не будет ну как бы видите опять же есть свой плюс в в определенных вот водка почему развитие здесь лучше почему здесь хуже разница в развитии есть определенные сила семей было примерно одинаково я буду говорить семьи хотя этот вот но здесь матка за первый раз не облетелась а здесь матка облетелась и за первый раз имеется ввиду что пришло время потеряли время вы поняли и соответственно сила семьи проседает разница не колоссальная небольшая но там получается играет много факторов чем дольше пчела без матки соответственно быстрее пчела отходит вы поняли да имеется ввиду что чем матки чем дольше нету тем больше пчелы отойдет со временем здесь матка только начала засевать у нее достаточно пчелы они выкармливают расплод и получается здесь пошел быстрее 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 замена пчелы здесь пошла позже соответственно вы видите по силе это к примеру тот тезис что лучше когда мы делаем отводки делать на плодные матки ну конечно же их не всегда хватает но это как бы видите это как бы отводки на запасные матки на усиление ну вы поняли меня да имеется ввиду что это так как бы и их тоже стоит делать опять же если вы вот например опять же если вы расширяете пасеку да учили рассказывали вот таких три отводка при зацветании подсолнуха на одну рамку печатки они делаются там в ряд то же самое смотрите 1 2 3 ну давайте сейчас сниму видео в принципе этой теории принципе с вами поделюсь а еще смотрите гадина сидит ну смотрите где под люка сидит ну куда ты вылез под самый литок блин ну вот зараза вот видеть но сядь а там на дерево жирный такой вот видите жиропаст ладно ну это принципе то же самое что и на медосбор но то же самое можно сделать и с этим все друзья на этом хочу закончить вы меня принципе поняли что вообще все эти отводки которые мы делали в мою месяц и они все объединялись они принесли как минимум по 45 килограмм меда объединялась а или два или три отводка в зависимости от силы ну там есть разные факторы да там был один там два отводка объединялась имеется ввиду что там принципе перенесли 20 с лишним и рамок с медом это там объем йо-моё какой здесь мы ничего принципе не объединяли где-то там объединяли там три отводка там два отводка имеется ввиду что все отводки объединились и и они принесли большое количество меда это позднее отводки которые мы делали и мы это видим смотрите что еще хотел сказать по поводу от фотка вид этой чепухенцы друзья но не стоит путать и хорошие качественные матки которые там выводятся отбираются тестируются со своими вот этими дворнягами которые не могут набрать силу которые не летают за медом не работают меня развитие семей идет очень быстро и очень бурно и нету разницы и в этом году же опять всем показал как это все сделать как это довести до ума как это сделать правильно имеется ввиду что без проблем с одной семьи с одной семьи при правильном использовании в разных методик можно сделать два медовика и получить около там ну как минимум 70 литров меда это умножьте там поделите посчитайте сколько будет если вы все правильно принципе сделать вот такая друзья ситуация все на этом хочу закончить всем всего наилучшего всем пока